Комсомольский поселок 5-я гимназия. На территории площадки шумит техника. Работы здесь не останавливаются даже в выходные. Специалисты опиливают деревья, а камазы завозят песок. Здесь строится новая спортивная площадка. Председатель Государственной Думы Вячеслав Викторович Володин сказал, сделайте теннисную площадку. И вы видите, он удлинил эту площадку, чем в 39-й школе. Там просто поменьше. А здесь она у нас какая-то получилась. На той, на 5-й гимназии. На большой стройке побывали общественники и депутат Госдумы Николай Панков. Они осмотрели объект. Увиденным остались довольны. Поля для мини-футбола и баскетбола, трибуны и теннисный корт. Все это появится у 5-й гимназии. По словам Николая Панкова, подобные объекты уже функционируют в области. Председатель Государственной Думы Вячеслав Викторович Володин взял спонсорский проект, который составлял из следующих площадок в Азинке, Алгае, в Романовке, в Саратове 39-я школа и в городе Балаково, 27-я школа, построить площадки для того, чтобы могли дети заниматься по международным стандартам. Бабаню любишь? Да, ясно. Эта площадка уже возведена. На территории 39-й школы, что в комсомольском поселке, уже вовсю занимаются дети. Строительство спорткомплекса реализовано в рамках благотворительного проекта по инициативе председателя Госдумы Вячеслава Володина «Город без окраин». Я вам подаю, ты мне отбиваешь и уходишь назад. Потом я следующий. Вставай вперёд. О строительстве спортплощадки на территории 5-й гимназии заявил в начале сентября председатель Госдумы. Об этом Вячеслава Володина попросили местные жители. Он идею поддержал и пообещал возвести спортивный комплекс уже к ноябрю. Когда появляются новые спортивные комплексы, когда появляются новые парки, у кого-то возникает желание взять и собрать средства, надо это пресекать. Поэтому, когда речь идёт о пришкольных площадках, они должны быть открыты. Причём они в течение дня должны работать на проведение занятий. А как только занятия заканчиваются, они должны работать и быть открытыми для всех жителей микрорайонов. И здесь вот по-другому просто быть не должно. Спортивные городки построены и в отдалённых районах губерния. Местные жители теперь проводят свободное время на них. Площадки Вячеслав Володин назвал универсальными. Из-за специального покрытия зимой на них можно заливать каток. А на территории 5-й гимназии будет ещё и площадка для ГТО. Нормативы можно будет сдавать прямо здесь. Доступна спортивная площадка будет для всех. Как для школьников, так и для местных жителей. Роман Базан, Олег Бирюков, Саратов, 24.